Здравствуйте, друзья! В эфире канал New Rush World. С вами я, Юрий Гемельфарб. И сегодня у нас в гостях капитан перворанга ВМС США, находящийся ныне в самостийной транзалежной Украине, Гарри Юрий Табах. Привет, Юр. Привет, привет, тезка. Привет, шалом, Израиль. Ну, Юр, хотя, честно говоря, сейчас самая главная тема – это Украина, но, тем не менее, неожиданно главной темой уже сутки стало другое, а именно вот то, что произошло не в далекой-далекой галактике, как начинается сага «Звездные войны», а на нашем шарике. Не далее, как вчера, Байден и Си Цзиньпинь, они обменялись предупреждениями по поводу Тайваня. При этом Си Цзиньпинь, он скатился до угроз и предупредил Байдена, что кто играет с огнем, тот обожжется. Далее события стали развиваться следующим образом. Как сообщила в своем твиттере сенатор Марша Блакбурн, китайские государственные СМИ предложили армии Китая сбить самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, если она отправится на Тайване. Я напоминаю, друзья, что китайское общество очень дисциплинированное, и в гос. СМИ просто так такие вещи не будут размещены. Но далее стало известно чуть позже спустя, что самолет Бортс Нэнси Пелоси, он вылетел с авиабазы Эндрюс и взял курс на Тихий океан. А ВМС США, они выдвинули авианесущую группировку, ударную группировку во главе с авианосцем Рональд Рейган для обеспечения защиты Нэнси Пелоси. А что такое ударная авианесущая группировка США, я думаю, объяснять не надо. Даже я напомню, что туда, кроме авианосца, авианосного флагмана, входит дивизион ПВО. Это один-два крейсера типа Тикандерога. Дивизион противолодочной обороны, это три-четыре эсминца типа Арлиберг. Это одна-две многоцелевые подводные лодки типа Лос-Анджелес. Это один-два транспорта типа Сэплай, а само крыло это 90 самолетов. Так, на одну минуточку. Ну, это еще не все. Дальше еще интереснее. Дальше стало известно, что Тайвань, он поднял истребители с Чай-эрбейс в небо, а китайцы начали учения в Тайваньском проливе и совершили массовый пуск РСЗО в направлении Тайваня. Некоторые ракеты, они практически долетели до территориальных вод Тайваня. И Китай закрыл Тайваньский пролив и продолжил стрельбы. А в Китае заметили переброску РСЗО в провинцию, которая находится всего в 120... 100 виноват в 80 километрах от Китая, после чего от Тайваня виноват. На Тайване были в международном аэропорту Тао-Юань развернуты средства ПВО. И вот я ведь недаром сейчас показываю время, когда мы с Юрой это записываем. Вот на данный момент на 20 часов по Киеву, по Иерусалиму стало известно, что самолет, борт с Нэнси Пелоси, он приземлился на Гавайях, ну, скорее всего, для дозаправки, и находится сейчас вне зоны покрытия. Юра, что сейчас происходит? Юр, я сейчас скажу один умный вещь, ты только не обижайся. Давай, давай. При Трампе такого не было. Ну, понятно. Ну, ты был не ты, если бы ты это не сказал. Ну, смотри, все взаимосвязано в этом мире. Все взаимосвязано. Когда мне говорили, что вот эта группа террористов, а это против этих террористов, я говорю просто пример из моего опыта. Они все взаимосвязаны. И что сегодня происходит в мире, да, где, к примеру, Байден при Де порядок на ВИДе, вот он наводит порядок. Значит, я небольшой китаист, но у меня очень хорошая знакомая, которую я уважаю ее мнение. Она профессор в Тайваньском университете, да, Ольга Рапопорт, я уже говорил нашим зрителям про нее. Она со мной общается, она пишет, и я пытаюсь вникнуть, что тоже происходит там. Производит очень много вещей. Вкратце я скажу так, что в Китае огромные проблемы. Экономические, ковид, политические проблемы, борьба. В Китае тоже необходима маленькая победоносная война. В Тайване делаются все микрочипы. Уточнение, виноват Юра, уточнение, 60% всех микрочип, микропроцессоров мира производятся на этом маленьком-маленьком острове под названием Тайвань. И если начнутся там проблемы, мало не покажется никому. Никому не покажется. Кроме России. Вот у России там же самые большие микрочипы, они достигнуты. Да, да, да. Поэтому им-то, да. Они, конечно, следят, что происходит в Украине, что происходит с Россией, китайцы. И вот эти производства микрочипов в Тайване начали уезжать в Америку. Америка стала их забирать к себе, чтобы у нас было производство. То есть открывают дорогу Китаю. Постепенно сливается Тайвань к Китаю. Китаю тоже была маленькая, бедомощная, быстрая война. В той ситуации, как происходит, но Китай не Россия. Китай не Россия. Это она может дать нам, она может дать нам форум. Значит, далее, что происходит. Надо задать себе вопрос. А почему они решили это сделать сейчас? Почему госпожа Пелоси вдруг решила поехать в Тайвань? Зачем? Да, вот это очень интересный вопрос. Тайцы говорят, что не ее самолет, они будут. Они говорят, мы не ее самолет, но ее самоваждаются нашими истребителями. Да. Мы его будут защищать. Они говорят, что самолеты США, мы не даем разрешения, чтобы они вошли в наше воздушное пространство. А они и будут должны знать. Я понимаю, зачем она это сейчас делает. А дело все в том, что мы все кричали. Все мы выходили на улицы. И сейчас многие люди выходят на улицы в Америке за Тайвань, чтобы она туда не ехала. Не надо провоцировать Китай. Китай тебе... Китай вам не Россия. Да. И я больше того скажу, что... Кстати, в Китае существует такой закон, согласно которому, что если какое-то государство устанавливает дипотношения с Тайванем, то Китай разрывает с ним эти дипотношения. Там много, много. Да, но Китай не препятствует тому, чтобы частные компании торговали с Тайванем. Вот такая вот тонкая восточная дипломатия. Поэтому это старается избегать обострения. Да, китайцы стараются избегать обострения китайцев. Китайцы сказали, что силой они брать не будут Тайвань. Они хотят это решить дипломатично. Зачем их провоцировать? Зачем сегодня? Госпожа Пелоси. У нас что, мало проблем? Решила туда полететь. Для чего? Для чего спикер нашего в ДХАУС, третья по значимости личность во власти, на старости лет рванула в Тайвань? Что, больше некому? Я думаю, что очень большое движение. Шесть сенаторов пошли в обход Белому дому, в Пентагон и в Госдеп, требуя дать оружие Украине. Чтобы Украина смогла закончить эту войну, эту кровопролитную войну. И мы сегодня видим, что Россия совершает, ну, я не знаю, уже культ какой-то смерти. Садизма, да. Садизма и смерти. И тут убивают детей, гражданское население бомбится. Эти все, вся эта Дэм Шиза орет, что сейчас закончатся у них ракеты, больше у них нет солдат посылать. Да, закончатся посылать, но каждый день гибнет очень много украинцев. Очень много. Ну, реально. Это мы люди свободного мира, мы люди, с которых есть сознание, не имеем права такого допустить в мире. И эти сенаторы, опять же, это четыре республиканца и два демократа. Ну, тут не важно, сколько одних или других. Важно, что это обе партии требуют больше оружия, уже обходя Белый дом. Потому что ленд-лис ноль. Президент должен был дать отчет после 60 дней, что он подписал ленд-лис. Он не дал ни отчета, никакого плана, ничего. Потому что ноль, потому что он ничего не дает. Они даже не упоминают этого. Вот еще четыре Хаймарса, вот еще такие ракеты. Белый дом сопротивляется этому. А Конгресс наставит на это. И в ноябре, если, дай бог, придет республиканский Конгресс, ну тогда уже вообще. Потому что это республиканские конгрессмены требуют, чтобы объявили Россию страной терроризм, фонсирующей терроризм и так далее. Короче, что я хочу тебе сказать. Зачем она полетела сейчас? А вот я и не понимаю, для чего. А я тебя и пригласил объяснить. Вот мозга, мозга, Юр, мозга. А потому что теперь у нас есть люди, опять же, журналисты, профессора, вся эта дэмшиза наша, которая кричит, подождите, нельзя украинцам давать все это оружие. Оно же теперь нам нужно будет с Китаем. Да не что, да. Чуть не выразился. Кто будет воевать с Китаем? Это же идиотизм. Мы должны защищать Тайвань. У нас подписан договор, что Тайвань, у нас закон, который в Конгрессе прошел много лет, там, у нас не знаю, сколько там Тайвань, сколько свободный, что Тайвань это наш, как Израиль, это наш близкий партнер, который мы должны защищать. Мы будем их защищать, если на них будет нападение. Вот это провокация. Но простите меня, в мае, в мае этого года, сейчас события, они сужаются по времени и резко ускоряются, в мае уже было заявление Си Цзиньпиня, что мы будем решать, или Юване, там, министр иностранных дел, но не суть, что вопрос Китай будет решать только мирным путем. Они этот вопрос мирным путем решают уже 70 лет. И еще бы 70, 70 не решали. Так почему сейчас должны были лететь, когда вот эти наши шесть сенаторов, и к ним присоединяются другие в Конгрессе? Потому что у людей есть совесть какая-то там осталась у нас в Конгрессе, или есть сознание, которое говорит, мы не можем допустить это в Украине, дайте оружие. А Белый дом не хочет давать оружие, не друг он Украине, он друг Путина, вот Байден, вот со мной никто не хочет говорить, что я там трампист, я солдафон, я тупой, я то, я сё. Но я, опять же, считаю, не друг Байден, не друг Украины. Ну, я не говорю о Байдене как индивидууме, я говорю о его команде, о его политике, о его паусе, о его видениях, этой своры Байдена-Обамовской, Клинтовской, Соровской. Они же все на Соровских, я то, что говорил с одним, я говорю, вы же на Соровских грантах сидите, он говорит, нет, я нет. Я говорю, аж вы же письма Соросу пишете. Он говорит, я нет, я говорю, что ты говоришь, я же их сам читал, я же их сам читал. Да, Юр, извини. Да, ну че. Алло, алло. Да, да, да. Извини, сейчас. Нет, ну подожди, но все-таки 13 Хаймерсов, которые были перед на Украине, это есть факт? Нет, это не факт, это не факт, потому что ты их видел, ты их пересчитал. А украинцы из чего наносят удары? Они наносят из Хаймерсов удары, но мы не знаем, сколько у них Хаймерсов, потому что это военная хитрость. Может быть, у них 4, а они говорят 400, а может быть, у них 400, говорят 400, чтобы сюрпризик дать русским, еще что-то. Мы не знаем точно, примерно, наверное, мы знаем, примерно, наверное, ты прав, но точно ни у кого у нас такой информации нет. Наверное, эта информация есть у кого-то в генштабе, и то не у всех. Но неважно, мы говорим о полосе, и зачем она сейчас полетела в Китай, еще раз, в Китай, в Тайвань, еще раз. Это чтобы у нас сейчас началось движение против того, чтобы давать оружие, чтобы запустить ленд-лиз наконец-то в Украину. Потому что, а вдруг у нас будет война с Китаем, и нам это все эти Хаймерсы нам нужны. Что украинцы нам их сдадут обратно, что они дадут нам самолеты обратно, что они дадут нам ракеты обратно, пушки обратно. Нет, не дадут. Поэтому давайте, пока мы это придержим себе, и посмотрим, что у нас происходит с Китаем. Ну, Тайвань сливают примерно так же, это наша сегодняшняя администрация, как она и слила Украину, и как сливали, в принципе, и Грузию. Ну, там была другая администрация, и сразу же вошли наши эсминцы в Черное море, и Путин свалил. Ну, он протестировал. Потом эта администрация послала Клинтон с красной кнопкой, и уже можно было брать Украину. И начался слив Украины. Потом на голову им свалился этот вот зловещий исчадья ада, который четыре года сидел у власти. Было все мирно, шито, крыто. Они опять вернулись, любой ценой избавились от него, вернулись. Сейчас избавились от Бориса Джонсона таким же способом. И сегодня уже началось избавление от еще одного неординарного политика, одного, который не хочет идти в ногу с Давосом. Это Зеленский. И чтобы не дать... А, Зеленский выигрывает. Он бьет русских в пух и в прах, разбивает, в принципе, мелочи, которые ему надавали. И... А, уже надо давать. Уже никуда ты не денешься. Уже нужен отчет. Уже в Сенате, в Конгрессе идет у нас давление от нашей публики. И вот здесь подходит Тайвань и Китай. И вот мы имеем, что мы имеем. Но лучше всего, я думаю, это, конечно же, сможет объяснить Ольга Рапопор. Она за этим следит каждый день. Это ее сфера, это ее знания. Но я с ней разговариваю про это. Я читаю, что она пишет про это. И для меня в этом есть сенс. Это не просто так, чтобы Лоси полетела сегодня. На той неделе эти сенаторы обошли Белый дом и пошли напрямую, не спросив у нее. И вот она полетела спасать Тайвань. Хорошо, но тогда объясни мне другую странность. Ведь та же Лоси, она и была инициатором. Она поддержала закон о том, чтобы Россия была признана страной-спонсором терроризма. И более того, она сказала Бринкену, по сути дела, поставь ему ультиматум. Либо вы принимаете, как кто по закону это госдеп принимает, либо мы это отправляем в Конгресс. Да, все верно. Все верно, Юр. Она это сказала госдепу. Хитрая она. Хитрая баба. Ой, меня сейчас забанят за это. Хитрая она человек. Хитрый. Вырежем. У нас же с поводу слова. Я старый. Я старый. Я еще по старыми сатарами штампами был. Она сказала Бринкену, чтобы он разорвал дипломатические отношения с Россией. То есть, если ты называешь страну спонсором терроризма, это всего четыре страны. У нас это Северная Корея, Иран, Сирия. И Куба. И Куба. И Куба. Значит, мы разрываем дипломатические отношения с этой страной. Не факт. Нет. Нет, если страна объявлена террорист, страна, экспонсирующая террорист, мы не можем иметь с ней... Если страна названа еще террорист, страна террористом, мы воевать должны. Это у нас нет порядка. Юра, нет. Это не так. Ну... Юра, Юра, пожалуйста. Давай. Это так. И она говорит кому? Она говорит дипломату разорвите дипломатические отношения. Сами. Ты понимаешь, это все равно, что тебе сказать. Журналисты всех посадить. Разорвать. Не давать им выступать. Не может Госдеп у нас разрывать дипломатические отношения. Когда Конгресс будет решать, разрывать дипломатические отношения или нет с кем-то, объявлять эту страну, то Госдеп будет защищать свою позицию и говорить, нет, дипломатические отношения должны остаться. Мы должны с ними говорить. Это их работа. Это их работа. А говорить, это все равно, что сказать нашим военным. Сказать, разоружитесь. Давайте, сдайте все оружие и все. Сожгите его. Все оружие, все. Расплавьте военные. Как это? Это наша работа. Мы должны иметь оружие. Если будет война, мы должны идти воевать. То же самое и дипломаты. Они говорят, как это мы должны разорвать? Я думаю, вы нам прикажите, если Госдеп... Это, понимаешь, это хитрость. Она пошла на такую хитрость. А теперь все говорят, о, она же поддерживает это. Это она не поддерживает. И теперь, конечно, в Конгрессе это поддерживает, но это занимает время. Я не уверен, что наш Конгресс проголосует за это, потому что это будет серьезно. Хотя я считаю лично, что это надо сделать. Но я думаю, это у меня недостаточно знаний, ума и картины перед собой. Но я надеюсь, что наши политики и наши юристы разберутся в этом. И Конгресс проголосует как надо. Но Плоси здесь, опять же, она, как это по-русски сказать, не хитрит, а она лукавит. Лукавит этим. Когда она сказала Госдепу объявить Россию страной, поддерживая, спонсирующую терроризм. Юр, вот если позволишь, я прямо зачитаю, что означает, если США признает ту или иную страну спонсором терроризма. Это означает, первое, ограничение на помощь со стороны США, включая экономическую. Второе, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения в такую страну. Третье, дополнительные меры контроля за экспортом товаров двойного назначения. Четвертое, различные финансовые и другие ограничения. Кроме того, если США признают такую страну спонсором терроризма, это имеет ряд косвенных последствий. Первое, санкции и разного рода меры против тех лиц стран, которые ведут торговлю с террористическим государством. Второе, снятие дипломатического иммунитета с представителей страны спонсора терроризма. Возможность членам семей жертв терактов или атака права на обращение за компенсацией в суды США. Ну и, конечно, репутационный ущерб государству. Где тут сказано, что обязаны разрывать тип отношений? Ну, о чем ты говоришь? Не обязаны. Но это мы сделаем. Потому что ты не можешь иметь дипломатические отношения, если по Женевской конвенции с тебя снимают дипломатическую иммунитет. Снимают с тебя дипломатический иммунитет с этим. Это значит, что, например, с меня он был снят в России. Ну и тебя выслали просто-напросто. Да, да. А если это снимается со всех? А кто тебе сказал, что со всех? А как? Ты же только что сам прочел это. Минуточку. У США с Кубой есть дипломатические отношения? Они были составлены. Это президент туда послал. Они решили, что Кубу это они снимут с этого листа. И послали туда первого моего хорошего знакомого, конгрессмена Питерсона как раз. Они послали, который был военно-пленным. Там он был первым послом. Но они нас там отравили. И это все прекратилось очень быстро. Но это была попытка президента Обамы, который, ты знаешь, был, часто делал вещи, чтобы американцы пригнулись и нагнулись и сказали, да, 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 мы не такие. И он решил пойти таким путем. И у него это сорвалось и не получилось. Все равно. Но как с Северной Кореей? Северной Кореей у нас нет. У нас нет отношений с Северной Кореей. Вот так. А как Трамп встречался с Северной Кореей? Он встречался, но дипломатических отношений нет. Это было сделано через какие-то третьи лица, через Южную Корею. Они ведут переговоры, у них есть контакты. Но дипломатических отношений с Северной Кореей у нас нет. И с Ираном у нас нет. И с Сирией у нас нет дипломатических отношений. Если с тебя снимают иммунитет, это означает, что дипломатические отношения ваши дипломаты уже не могут находиться на территории. Могут снять дипломатический иммунитет, а могут не снять? Нет, они снимут. Они должны это снять. Если страна означает, что страна спонсирует терроризм, мы разрываем с ними дипломатические отношения. Это так работает. Опять же, я не юрист или международник. Это ты читаешь, что могут разбирать в юридической. Но я знаю одну вещь, что если страну называют страной спонсирующей терроризм, и наш конгресс принимает такое решение, то дипломатические отношения придется разорвать. Я не думаю, что наша страна пойдет на это. Я не думаю, что администрация Байдена на это пойдет. Но это не значит, что мы это сделаем. Потому что все равно Белый дом должен будет, он может наложить на это вето, санкционировать, как они наложили вето на летальное оружие для Украины в 2014 году. Так он сможет и наложить на это вето. Но это будет драка с конгресса с Белым домом. Так вот устроена демократия. Поэтому, ну и сегодня у нас с тобой спор не об этом. У нас сегодня зачем полоси полетела сегодня в Тайвань? Да. Почему? Вот все годы, все годы, сколько лет она жива уже, 140 лет она на этой планете, но сегодня она решила лететь. На той неделе наши сенаторы пошли в обход, чтобы Украине немедленно дали оружие. А теперь у нас война с Китаем на носу. Самим нужно. А вдруг? Будет? Вот я в заключение хочу задать вопрос. Ну, я, опять же, я надеюсь, что нет. Потому что Китай, какие бы там мы ни думали, опять же, это исходит от Ольги Рапафор, и я верю в ее анализу, что Китай не агрессивная страна. Она не ищет войны, горячей войны. Но если ее спровоцировать Китай, то они могут, конечно же. Но обычно Китай не начинает войны. Китай не страна-захватчик. У нее нет этого ее традиции, вы поняли. Но у них есть чрезвычайно сильная армия. Наверное, вторая армия в мире по-настоящему, которая вооружена современным оружием, которая большая численность и дисциплинированная армия. Там нет алкоголиков и наркоманов. Это армия, которая будет драться. Поэтому надеюсь, что до этого мы не допустим. Но сегодня у нас в Белом доме. Я думаю, сидит не намного лучше, как бы сказать, группа людей, чем в Кремле. Не доверяю я им и не понимаю, что они делают. Я понимаю, что они делают. И это не приносит добро Соединенным Штатам Америки или всему миру. Они разрушители. И, опять же, повторю, при Трампе такого не было. Понятно. Ну, я еще раз говорю. Юра был бы не Юра, если бы он это не сказал. Прошу отнестись к этому с пониманием. Но я сказал факт. Я сказал факт. При Трампе Китай сидел тихо. Израиль, Иран не бомбил. Ядерную бомбу не делал. Северная Корея сидела тихо. И Путин сидел тихо. И сосал чуть-чуть, по чуть-чуть этот нефть свою и газ. По капельке. Ему давали. Понятно. Юр, спасибо тебе огромное за интереснейшую беседу, друзья. Я напоминаю, вы слышали точку зрения капитана первого ранга ВМС США, находящегося в данный момент в Украине, Гарри Юрия Табаха. Но я, как всегда же напоминаю, выводы делать только вам. А поскольку сейчас все-таки главные события пока еще в Украине. Слава Украине! Героям слава! Слава украинским воинам! До встречи, друзья! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова